Добрый день, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с участниками арт-группы «Ларго». Трио «Ларго» Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный. Все трое родом из Краснодарского края. В этом году коллектив отмечает первый юбилей – пять лет. В 2013 году Владимир, Владислав и Александр стали солистами хора Краснодарского края, который участвовал в телепроекте «Битва хоров» на телеканале «Россия-1». После победы в телеконкурсе музыканты решили создать свой собственный коллектив, который сегодня успешно гастролирует по городам России и выпускает альбомы. Итак, в гостях у программы «Канон» арт-группа «Ларго». В предыдущей программе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дею жертва вечерняя Напоминаю, что сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы, присланные нам телезрителями. И вот арт-группа «Ларго Фан», видимо, ваши поклонники в соцсетях, интересуется, вы бы хотели сняться в кино? Интересный вопрос Я никогда об этом не думал Мы, если честно, не думали Было бы неплохо, наверное А так, если представить, то какие персонажи вам близки? Наверное, знаете как? Если будут предложения, мы их, конечно же, будем рассматривать Но пока желания особо нет Потому что мы себя актерами не считаем Если просто представить каких-то персонажей Группа «Ларго» если сыграть Группа «Ларго» если сыграть Ну, вообще, каждый должен заниматься своим делом Мне кажется, даже наши сериалы на нашем телевидении Показывают, что если люди не получили профессию Просто какие-нибудь боксеры снимаются или спортсмены Не очень получается, откровенно говоря На это смотреть не очень интересно Может быть, когда-нибудь выйдет фильм о группе «Ларго» Где мы будем главными героями Художественный фильм Художественный, да Потому что документально уже показали на телеканале «Союз» Это очень приятно Но вы знаете, у нас же актерского образования нет У нас певческое образование Народный вокал А мы не заканчивали ни в ГИТИС, ни в ГИК Поэтому речь об актерстве не ведется Если будут предложения, будем рассматривать Сыграем, как сможем Когда вы выходите на сцену, что чувствуете? Те же поклонники из той же группы? Ну, чувствуем радость В том, что случился момент И все, что до этого идет в момент подготовки А за кулисами волнение присутствует? Конечно Всегда волнение Но раньше это было какое-то что-то Ну, вот в начале совсем Я вот вспоминаю, в консерватории Сдавать экзамен или зачет Было очень страшно Просто вот трясло Мандраж такой А уже со временем, когда это опыт Такой профессиональный подход Все-таки по-другому Но волнение всегда есть Мне кажется, это хороший такой знак Что сердце есть, душа есть Ты существуешь в профессии в жизни Хочется выйти и показать все самое лучшее Не подвести Наверное, такое ощущение Если волнение пропадет Нужно завязывать с этим делом Потому что это уже Механическая работа пойдет А так нельзя Волнение должно быть всегда Внутреннее, сердечное, душевное Чтобы выйти и людям принести радость Потому что задача артиста какая? Дарить радость Приносить радость в зал людям, зрителям И, конечно же, волнение перед этим делом Необходимая штука Анастасия Рамзаева спрашивает Будут ли еще песни, написанные именно вами? У вас не так давно вышла песня Как Господь управит Это как-то получилось А как получилось? Само собой Просто дома Дома был И перед Новым годом Подумал, что нужно сочинить песни про Новый год А вот я помню Пришла смс В нашу группу У нас есть общий чат Стихотворение Саша говорит Мне кажется, ребята, что это песня Сань, давай Потому что мы верим Кто-то должен это сделать Он придумал мелодию Напел на этот текст Да, у коллектива На тот момент не было песни И вот Саша начал сочинять И ему удалось Мне кажется, удалось Получилась очень добрая, хорошая песня Так что супер Ура Ну, удачи вам в этом деле Проводили На телеканале Союз Естественно Перед Новым годом В новогоднюю ночь Она шла Это было так, конечно Здорово А бывают ли у вас ссоры? Анастасия спрашивает Конечно Бывают, конечно В семье ссорятся же люди Муж с женой ссорятся Так же На фоне творчества Происходит ссоры На фоне мелочей всяких Разнообразных Может быть по бытовому плану ссоры Но неважно Просто в семье бывают ссоры Но они настолько быстро проходят Это вспышки Ну да Мы не злопамятные Просто нужно сказать То, что эти ссоры Это не какие-то такие дикие конфликты После которых люди там не разговаривают Или еще что-то Это просто вот момент и все Рабочий момент Абсолютно сразу же выясняется отношение Потому что ну такой подход у нас Что мы не можем на друга долго злиться Мы не обидчивые вообще в душе Научились извиняться Научились смиряться Да Это очень важно в жизни Конечно Оно в жизни вообще помогает Не только в работе А просто в бытовом отношении С людьми С социумом Очень сильно помогает смирение Продолжим Вопрос Анастасии Какие места В которые вы ездили выступать Запомнились вам больше всего? Вот за пять лет Вы наверное уже Пол России точно объездили Все по-разному запоминаются Каждое место запоминается По-особенному Мы были Слава Богу уже много где Но это надеемся только начало Нашего пути Каждое место У тебя в сердце Оставляет какой-то след И конечно же след хороший Потому что везде Люди воспринимают С теплом и с любовью Ответить на вопрос конкретно Про какое место Где что-то запомнилось Так Только географически Географически Якутия запомнилась Там было минус 50 Люди везде одинаково тепло Воспринимают Вы пели в зале надеюсь В зале конечно Но мы там пешком переключались Если разобраться Просто по рекорду Минус это Якутия И дальность рекорда А первое восприятие севера Это вот югра То есть Весь регион Мы объездили Все города Практически округа Объездили Но там Несмотря на то что На улице холодно Внутри этих залов Так сказать Тепло от людей Потому что люди Действительно Север какие-то Они там могут быть На самом деле Люди такие открытые Такие живые Просто южане Настоящие Поэтому Вы знаете Сейчас наполню Помимо того что Якутия Хантамансийск Мы были еще в Узбекистане Это наш первый Загранвыезд Группы Ларга Случился Владыки Викентия Да Были в гостях Познакомились с Владыченькой Очень хороший Мудрый владыка Было с ним Очень приятно общаться И конечно же На Кубани Дома выступать Тоже очень приятно Буквально недавно Мы выступали В Армавирской Лыбинской епархии И Владыка Игнатий Нас так тепло принял Как своих родных детей И знаете Мы с ним Пели литургию В четвером Батюшки служили А мы с Владыкой Пели литургию Прямо на Клиросе Прямо на Клиросе Да Он нас учит На гору Сион Зыди Благовествуяй И Иерусалиму Проповедуяй Крепкости Вознести Глаз Преславная Глагола Благовествуяй О Тебе Граде Божьей Мир на Израиля И спасение Языку Мы хотим выучить литургию И исполнять группу Эларга Втроем полностью Даст Бог У нас это получится Мы к этому пути идем Только начали идти Сейчас у нас уже есть Благословил значит И сейчас у нас уже есть В репертуаре группы И от Востока Солнца И на гору Сион И Тон де Спотин В общем Для нас конечно Это был такой Уникальный Удивительный опыт И общение с архиереем Что Наверное Теплее Что еще может быть Конечно же Архиерейское благословение Владыка Павел Ханты-Мансийский Владыка Игнатий Армавирский Владыка Викентий Вот много-много архиереев Которые В нас вкладывают Частичку души своей А почему у нас такая география У страны огромная А люди похожи Ну например Вот на Дальнем Востоке На Севере На Юге Что объединяет всех нас Русских Душа русская наверное У всех одинаково Православная душа У нас есть друг Отец Виталий Да И он всегда говорит Душа она христианка Она хочет к Богу Она просится к Богу И вот души у людей Это прям свет Божий Да Ночь глубокая Тихо шумят салы Только ты не спишь Мама моя Слышу шепот губ Все повторяешь ты В жаркой мольбе своей Имя мое Слышу шепот губ Все повторяешь ты В жаркой мольбе своей Имя мое Знаю слышит Бог Слышу шепот губ Это моленье Слышу шепот губ За родимое Злышу шепот губ Чадо Твое И в душе моей С благодареньем Вновь обретаю я Свет и тепло И в душе моей С благодареньем Вновь обретаю я Свет и тепло Что бы сделал Что бы сделал Что бы сделал А если бы не была В исплетаниях Рядом тебя Мама ты меня К Богу направила И церковь Божьей Меня привела Да воздаст Господь Всем нашим матерям За молитву их За их детей Что бы в вечности Мамы увидели Всех сыновей своих И дочерей Что бы в вечности Мамы увидели Всех сыновей своих И дочерей Ночь глубокая Тихо шумят злоды Только ты не спишь Мама моя Продолжая тему путешествий, Ольга Масова спрашивает Ваши семьи путешествуют с вами? Если нет, то почему, кроме финансов? Она случайно не ничья, не супруга, не девушка? Нет, это как Ольга Соколова была до этого родственница Ничья, не супруга Наши семьи путешествуют тогда, когда мы их с собой берем в путешествие В смысле отдыха Вот Влад недавно буквально с семьей посетил Ханты-Мансийск Расскажи, как вам впечатление? Потрясающе просто, замечательно Но на рабочие гастроли вы не берете? Ну, конечно же, нет, потому что наши замечательные жены Они тоже трудятся, у них свое увлечение чем-то занимаются Дети ходят в школу То есть, только когда отпуск, тогда мы куда-нибудь едем отдыхать А так мы едем в рабочую командировку, скажем так Группа Ларго, хоть мы все и семья, но мы едем все-таки трудиться Вопрос от пользователя Натальи, 19.38 Тут, видимо, к холостому члену группы Ваши любимые блюда О, давай Наполеон Ну, это так, как Наполеон Наталья, взять на заметку Это так Торт Наполеон, да Ну, так и все, я все ясно Кстати, да, вот всем девушкам секрет успеха просто Если кто умеет готовить Наполеон, то все возможно Я представляю, скоро по нашему адресу посыпятся посылки тортов Ну, это нас не касается Да, мы с тобой не поделюсь Главное, чтобы не с Дальнего Востока, потому что пока торт доедет до вас Наталья также спрашивает, какие книги любите читать? Ну, нам часто дарят духовную литературу Да, и вот мы их читаем В последнее время много книг, и поэтому приходится как бы в самолете летишь И понимаешь, что вот этот вот журнальчик, который это совсем не интересная штука Открываешь книгу Вот огромный том православия Митрополит Иларион Потрясающая книга Я начал просто читать И понимаю, что я очень многого не знаю И вот это тот повод для того, чтобы что-то в своей жизни открыть новое Удивительный автор У него периодичность по нескольку книг в год выходит Музыкант Ну, он разосторонний человек Уникальная личность Дай Бог ему здоровья, конечно А вообще, какая книга у каждого из вас является настольной? Которая, может быть, перевернула ваш внутренний мир? Ну, не, не святые святые Вот это первое духовное, которое я прочитал Да, не святые святые Потому что Есть книги, в которых сложный текст А вот не святые святые Это как жизнь Показала всю Мы очень любим слушать не святые святые Когда едешь в дороге, переезжаешь в какие-то города Аудиокнига, да Аудиокнига, это, конечно, прям будоражит внутри тебя Эта книга многим помогла, действительно Многие нашли свой путь А так, конечно, много литературы Проходит через руки, через глаза И сказать что-то особенное Нет Просто стоит читать Но эта литература вам помогает, как певцам, как вокалистам? Я имею в виду Вот вы что-то оттуда черпаете для своего внутреннего багажа? Как людям помогает Как людям помогает Ну, естественно, как и артист тоже для себя что-то берет Чтобы нести правильный месседж Всегда что-то откладывается Ты любой материал, когда читаешь Все что угодно Газету, журнал, книгу Что-то тебе откладывается Поэтому читайте хорошую литературу Будет откладываться хорошая Светлана Димс За пять лет вы достигли больших высот Вы выступили на самой главной сцене нашей страны Записали три альбома Ваш репертуар разнообразен Классика, современная эстрада Хиты прошлых лет и духовные песни Недавно даже записали собственную песню Автором которой стал Александр Порожный Какова планка следующей пятилетки? Цели и планы на будущее Вы уже поставили? Продолжать в том же духе и все А так ничего мы не достигли Я считаю, что это очень мало Мы с этого начали Вы скромно сказали Что ничего не достигли Хотелось бы гастрольный тур Для начала по России Допустим, по городам По Кольцу По Золотому Да, по Золотому Есть просто реально великие люди Музыканты, артисты К ним это может отнести Что они достигли чего-то Только в начале пути Мы так считаем Конечно Но мы хотим пожелать вам Чтобы этот путь был По-настоящему долгим И ярким В память о нашей встрече Мы хотим вам подарить Образ Андрея Стратилата Именно в Андреевском монастыре Проходит наша съемка Чтобы наша встреча запомнилась Надолго Мы дарим вам этот образ Спасибо, Господи Спасибо вам за встречу, ребят Мы желаем вам от всей души Крепкого здоровья Здоровья вашим близким И продолжайте нас радовать Своим творчеством Еще не одну пятилетку Если можно Мы, конечно же, от себя Хотим пожелать Всем телезрителям Всей аудитории Телеканала «Союз» Крепости духа Божьей помощи И, конечно же, многое благая лето От группы Ларгин На многое благая лето Дарует Бог Вам ясного неба Счастья и мира Мы вам желаем От Господа Бога нашего На многое, многое, многое лето Да на многое, многое Да на многое лето Пусть будет в жизни У вас только свет И в Божьей любви Душа до живет Для веры, спасения И вечного света Живите на многое, многое лето На многое, многое, многое лето Да на многое, многое Да на многое лето Здорово Многое лето всем нашим телезрителям А мы подведем итоги конкурса Диск с вашим автографом получит Борисенко Кати За вопрос Есть ли у Славы обратная сторона Эльвира Быкова За вопрос Что изменилось в вашей жизни С появлением духовной музыки И Светлана Димс За последний вопрос О достижениях За эту пятилетку Спасибо за вопросы Всем-всем Спасибо Дорогие телезрители Увидимся с вами ровно через неделю Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин